К сожалению, по состоянию на сейчас, украинская олигархия обречена на поражение. Ведь на самом деле удар не по Медведчукову, а по ПЗЖ. Мне кажется, у Юрия Бойко было несколько в жизни шансов именно так с собой распорядиться, но каждый раз он принимал решения в пользу других. О ПЗЖ, как проект, по всей видимости, будет рассыпаться. Мы на Политека, я Инга Мизеря, со мной Андрей Ермолаев, руководитель стратегической группы «София». Андрей, здравствуйте. Давайте поговорим о том, как может развиваться украинское общество в дальнейшем и как будет меняться структура наших политических партий. Вот сейчас вторая партия по представительству Верховной Ради – это ОПЗЖ. Их судьба сейчас под большим вопросом, если продолжатся уголовные дела в отношении Виктора Медведчука. Что будет с этим электоратом и насколько может расспрашиться вообще вот это объединение, которое есть сейчас на много-много маленьких партий? Вернее сказать, какие еще одежды остались в этой гардеробной этого большого карнавала, да? Чего еще можно приодеть? Я не знаю, что будет с электоратом. Да, с обществом ситуация и правда посложнее будет. Мы же очень сильно изменились за последние десятилетия. И демографически, и настроенчески. Если, например, еще лет 10 назад, да, основная группа социальная, которая уезжала за рубеж на заработки – это поколение 40-50-летних, преимущественно центральная и западная регионы Украины и ориентация Центральной Европы, Западной Европы, но частично Россия. В последние годы все более выразительный поток миграционный, трудовой с Восточной Украины. Конечно, здесь огромный катализатор – это война, но что связано с переселенцами и вынужденной миграцией, в том числе и за рубеж. Но, пожалуй, самая серьезная причина – это уже практические плоды деиндустриализации, которые сказываются не только, собственно, на производстве, на людей, связанных со сложным промышленным трудом, но и на профессиях, которые связаны с жизнью города. Это гуманитарии, врачи, инженерные профессии, все, что связано со сложными профессиями производства. И на эту рабочую силу есть большой спрос, причем тоже Центральная, Западная Европа и Россия. И это очень серьезно сказывается уже и на настроениях людей. Почему? Потому что, если в этих лет 15-20 назад главный аргумент, связанный с причинами экономического упадка, потери рабочего места, связывали, давайте вспомним, эти политические стереотипы и стереотипы массового сознания со взвалом связи, с отсутствием каких-то эффективных программ взаимодействия с соседями, бывшими партнерами, то сейчас люди все больше винят неэффективную, несамостоятельную власть, которая не справляется с задачами экономического развития. Более того, я бы на этом акцентировал, новый пессимизм в отношении происходящего в Украине, в украинском обществе связан, прежде всего, с возникающим новым комплексом несамостоятельности. Возникает ощущение, что кто бы ни пришел к власти и на каких бы лозунгах, он не в состоянии стать своеобразным соорганизатором, большим национальным менеджером, который предложит всем общее дело, чтобы можно было и жить, где ты живешь, и найти достойную работу. Эта работа будет обеспечена хорошими условиями. Я бы даже условия поставил на первое место, а не доход. Это новая ситуация социо-психологическая. И именно поэтому социологи в последнее время, после энтузиазма 2019 года, уже открыто фиксируют растущий пессимизм на традиционный вопрос, как вы оцениваете ситуацию в стране, плохо, хорошо, и в правильном направлении она развивается, люди все чаще говорят, что все больше довольны. В неправильном направлении люди недовольны. А теперь о демографии. В 2019 году мы зафиксировали, что молодежь пошла на выборы, то есть молодежь стала политически активной, и правда включилось так называемое поколение независимости, буквально демографическое поколение. Те, кому уже 20-30 лет, которые родились и живут в независимой Украине. И это существенно отличается от той привычной для нас картины поведения людей, которые на выборах, как правило, приходят люди старшего поколения, такие сорганизованные, рука за руку, дедушка с бабушкой, вся семья. А молодежь, как правило, все это наблюдала по телевизору или вообще не наблюдала. Нет, молодежь выросла в годы независимости активно. Более того, молодежь очень мобильна. Она стала и частью миграционных потоков, но она же и часть общественно-политических процессов. Заметьте, что уже 2-3 года у нас тема, ну, сейчас, наверное, немножко больше, но в топе среди политических тем, это проблема нового поколения в политике. Опять же, в 2019 году восприятие изменений было связано с тем, что молодые победили старых, новые элиты, некие победили старых. И вот это ощущение неэффективности и несостоятельности молодых элит тоже знак и часть нашего времени. Мы все чаще в эфирах, в статьях и от политиков, и от экспертов, да и просто от общественных деятелей слышим такой тезис, что нужны профессионалы. Нужно кого-то найти, кто все-таки знает и понимает, чего нужно делать. Но все-таки профессионалы, а не красные директора. Ведь это поколение тоже уже, до слова, много. Термин профессионалы такой очень анонимный. Речь идет просто о том, что ощущение неадекватности людей, которые приходят во власть, ощущение их низкой квалификации, дезориентации, легкомысленности, оно, собственно, и приводит к формированию устойчивого общественного мнения. Ну и в политике это отражается, что нужны какие-то профессионалы. Это люди дело. Что в экономике, что в бизнесе в широком смысле, что в государственном управлении. Да и в политике нужны профессионалы. В сфере политики формулируются варианты государственных решений. Там не может быть легких селфи. То есть, грубо говоря, общество сейчас, после вот этого взлета энтузиазма, находится на изломе. Мы видим новые волны миграционной, мы видим новые разочарования, мы видим переоценку успешности и адекватности молодых элит. Но что очень важно, я бы еще заметил, что для большинства украинцев, независимо от того, каким политическим силам они симпатизируют, радикальным правым, радикальным левым, ностальгируют или ориентированы на какую-то стабильную золотую середину, не произошло реабилитации так называемых старых. Более того, все попытки сформировать политическую фронту режима Зеленского, то ли со стороны бывшего режима Порошенко, то ли со стороны бывших синих, оформленных в несколько проектах, где ОПЗЖ, пожалуй, самый яркий был, самый влиятельный, они не привели к успеху. Мы не видели ни огромного быстрого роста доверия к лидерам их идеологии. Мы видели скорее какое-то такое, знаете, политико-феодальное распределение свой-чужой по регионам, где более устойчивое настроение. Но это мне больше напоминает ловлю бабочек на лугу, чем реальную работу с обществом и желание сформировать обновленные национальные партийно-политические силы. Ну и последнее, раз уж мы не говорим о курсе и о его последствиях, а говорим о ситуации в обществе, я бы еще обратил внимание вот на какой важный момент. В рамках заявленной линии на так называемую деолигархизацию, у которой минимум три составляющие, общественный запрос, внешний заказ на транснационализацию экономики и третий момент, я его определяю как раздевание детьми своих родителей. Потому что нынешний режим в большинстве лиц — это вчерашние помощники, менеджеры, советники, технологи крупных олигархических групп, которые вот на хайпе оказались у власти, теперь, завидуя своим родителям, просто их тупо раздевают, не имея никакого отношения к истории их бизнеса, к истории их влияния. Ну, это такой реванш, который еще укнется. Но я немножко о другом. Заметьте, что несмотря на риторику деолигархизации, удары наносятся прежде всего по политизированным фигурам, по фигурам, которые воплощают не просто какую-то крупную экономическую власть и влияние на политическую власть, а которые являются физически и персонально конкурентами и раздражителями нынешнего молодого режима, вот этих детей, этих родителей. Удары по Медведчукову пейзаже, вот, к которому Зеленский уже поспешил, значит, первый пошел, наверное, первый есть. Удары по... Минус один. Минус один, да. Удары по Порошенко, вот, который, по всей мере, будет нарастать, который является воплощением главного его политического противника, вызывает ревность, учитывая РНМ на Западе. Удары наносятся по Кличко, который я тоже бы дописал 14-м в группу. Вот это новый срез украинской олигархической системы. Ну и если мы посмотрим на фигурирующие анонимные списки тех, кто у нас за олигархами, там есть еще и менеджеры, связанные с Коломойским, например, тот же Игорь Палец, чья партия тоже находится сейчас под серьезным прессингом. То есть, грубо говоря, сейчас происходит действительно зачистка ландшафта, который до этого схватывал практически все настроения, связанные вот с общественным запросом на власть. Кто там должен быть представлен? А во что из этого может проистекать? Ну, во-первых, ни одна из этих политических сил, где в лидерах являются олигархи или полуолигархи, не вела серьезной партийно-политической и идеологической работы. Ну, не будем же мы пропаганду называть работой. Поэтому, несмотря на все хвостовство, связанное с итогами местных выборов, количество депутатов, реальной работы, а значит и реального положения, как общей национальной силы, не имеет никто. Ну, в принципе, кроме Батькевщины, в Украине вообще никто не имеет вот такой вот глубокой представленности в каждом селе, где работают какие-то ячейки, и которые действительно работают. Ну, я не о номинальной представленности. К Батькевщине тоже есть вопросы, хотя, пожалуй, вы правы в том, что Батькевщина, ну, чуть ли не единственная сейчас представленная в парламенте организованная политическая сила, которая занимается не только вопросами пропаганды, но и серьезными вопросами идеологии, законодательного обеспечения своей идеологии. Она активна во всех вопросах от бюджета до... Ну, то есть просто является партией, а не проектом. Совершенно верно. И создается сейчас иллюзия, что вот этот раздражающий всех ландшафт, который сформировался благодаря последним выборным кампаниям, где решающую роль играли медиа, и вот это впечатление одежды с гардероба, можно также заменить, просто нарисовав альтернативную, но очень схожую по, значит, по композиции картинку. Я бы не исключил, что уже сейчас в окружении Зеленского готовятся, рассматриваются варианты запуска именно политических проектов, возможно, даже включая часть своих соратников, которые могут получить поручение заниматься, значит, электоральной работой, для того, чтобы перехватить часть настроений, которые были ориентированы на ОПЗЖ, одно крыло, часть настроений, которые были ориентированы на радикальные патриотические силы, включая блок Петра Порошенко, может, даже разыгрывая какие-то занятные комбинашки, выращивая подобного рода проекты. Например, хорошая и успешная информационная кампания по дискредитации на самом деле имеет обратную сторону. Она помогает политику стать интересным, привлечь ко себе внимание. Например, так происходит сейчас одновременно и с Кличко и с Разумковым. Чем больше вокруг них происходят событий или информационных слухов, тем больше внимания общественного и медийного концентрируется на этих фигурах. Но если подвести черту, мне кажется, что по состоянию на сейчас достаточной почвы для новых серьезных партийно-идеологических проектов нет. Во-первых, в обществе, в этом измененном обществе, ставшем более мобильным, где огромная часть населения уже ориентирована на внешние рынки, где в миграцию включился на восток, в условиях нерешенной проблемы войны мира и разочарованности в самостоятельности, растет доля людей дезориентированных, которые все чаще на вопрос социологов, кого вы поддерживаете или на что вы ориентируетесь, говорят, что я не определился, я не знаю. Доля неопределившейся в нынешней ситуации говорит о том, что, я бы протектовал это так, что кроме отсутствия внятного политического предложения, есть уже и критический уровень разочарованности и апатии. Когда-то мы говорили о феномене аномии, дезориентации. Сейчас я бы акцентировал на феномене апатии, когда просто уже невозможно менять. А это связано с тем, что нету тех лидеров, нету тех фамилий, за которыми готовы пойти, или идеи, которые сейчас предлагаются в обществе, уже не отвечают тем запросам, но еще не сформированным, которые есть у общества. Я считаю, что тут доигралась как раз старая элита, та самая олигархия, которая очень увлекалась, обеспечивая, прикрывая свою власть, и свой политический, административный и управленческий капитал. Собственно, благодаря чему они становились олигархами, и обеспечивают еще медиа. Кадровая поддержка, свои на финансировании партии, своя крыша в системе власти по вертикали, и медийное обеспечение. Они сами были заинтересованы в том, чтобы обеспечить максимальную степень манипулятивности общественным мнением, упрощая, ориентируясь на простые формулы, простые ответы, что делать. И готовили так менеджмент. В итоге за последние годы в эту игру играла и команда Порошенко, и победившие дети, это уже вишенка на торте этого процесса. Все пришло к тому, что украинская политика превратилась в вольеру с попугаями, где любой раскрашенный попугай может произносить нормальный стандартный набор слов, и это может выглядеть как политическая позиция. Но ведь политика штука практичная, и люди, даже ошибаясь, даже разочаровываясь при выборе на ходе голосования, или при поддержке общественного решения, когда массовый энтузиазм, или лояльность к чему-то, принимаются дурня, но общество лояльно принимает. Так вот, даже в таких ситуациях рано или поздно практический результат бьет по голове. То, что в 2021 году вместо эффективной модели так называемого украинского экономического тигра, вместо растущего, престижного и легального по доходам среднего класса, который, как когда-то считалось, может быть драйвером, да и основой сильного государства, вместо новых высокотехнологичных производств, которые возвращают украинцев в Украину, мы имеем сплошные фетиши и провальные экономические идеи по каждые полгода презентации программы, которая ничем не сопровождается. 2030, 2040, 2050. Она привела к тому, что люди начинают критично относиться вообще к самой сфере публичной политики. И этим я объясняю тоже апатию. А если говорить о запросе... То есть Украине нужно все-таки либертарианство, чтобы граждан никто не трогал, чтобы государство было практически номинальная армия и школа средняя? Нет, по всей видимости, вот в кавычках, благодаря такому отношению и старых элит, и их детей к политическому процессу, к его опрощению, примитивизации, мы должны быть готовы пережить достаточно, наверное, длительный переходной перевод своеобразного такого политического анархизма, который в чем будет выражаться? Он будет выражаться в относительном равнодушии людей к очередным переменам центра. Люди перестали запоминать имена министров, плохо ориентируются, кто там насыщенный премьер. Вообще есть у нас коалиция или нет? Зеленая она или Серого Барамалинова? Их внимание будет больше концентрироваться, это мы видим уже, да, по факту, на местную власть и на местных церковных, на местных авторитетов, потому что это их условия жизни, это их стабильность. Сказать, что даже если ты имеешь место, работая за рубежом, то жизнь твоей семьи и условия этой семьи тебя будут беспокоить больше, чем очередной, значит, попугай, который будет там вещать в телевизоре. Во-вторых, будут расти автономистские настроения, связанные с тем, что Киев сходит с ума каждые пять лет с отечественными революциями, а нам тут жить. И роль и значение власти на местах будет расти, она уже растет. Ну, у НАТО и объявленная децентрализация была, в принципе, это вроде тот процесс, который был запущен официально. Благословен, так сказать, я не буду реагировать на вашу глубокую фразу. Конечно. Но что такое децентрализация в практической жизни? Это же не просто изменившиеся возможности местных и центрального бюджета. Это новая полномочия, это новый престиж местной власти, новые ее возможности, новый уровень ответственности и компетенции. Новая привлекательность мест на местах для местных элит, которые перестали делегировать за своих парашютистов Киев, чтобы там бегал за нас по гамину. А попытка организовать монопольку на местах это новые потенциальные возможности разворачивания деятельности внутри Украины на межрегиональном уровне, не спрашивая ничего у центра. Это желание работать с внешними инвесторами без Киева. Вспомните, сколько раз уже на уровне областных советов делала заявка, что нам бы побольше полномочий, потому что к нам приходят инвесторы, а мы связаны, значит, общими правилами, нам бы ему привилегии дать. Вот. А значит, и будет запрос на какие-то внутренние локальные политики, культурные, информационные, идеологические. Вот так стихийно происходит у нас такая негласная вместо децентрализации региональная феодализация. Этот термин тоже появился, я его не придумываю, я просто упорядочиваю. Ну и, конечно... То есть именно не федерализация, а феодализация. Да, ну, федерализация тут вообще ни к чему. Очень важную роль сыграет ближайшее открытие рынка земли, который, по сути, не только закипит статус и возможности полномочия местных элит, но сделает возможным более длинная, более эгоистичная местная программа развития, потому что это один из важнейших ресурсов развития. Пока он в управлении государством, пока он такой негибкий, пока он в полутени в плане распоряжения, местные элиты были скованы этим. А сейчас земельные ресурсы это значит возможность планирования вместе с частным бизнесом, внешними инвесторами. Это возможность собственных длинных программ распоряжения, как земельными ресурсами, так и изменениями землепользования. это планирование территории, потому что земля это территория, это уникальные средства производства. Поэтому от децентрализации до рынка земли этот путь, который Украина прошла очень быстро, мало заметно для всех, пока шла война на Донбассе и пока тут разбирались, кто больше демократ. И я считаю, что процессы неофеодализации на региональном и субригинальном уровне, у нас большие районы появились. И растущая апатия в отношении значения и роли центра очень серьезно повлияет и на политическое конструирование. Если еще лет 10-15 назад политики были увлечены яркими одеждами, медиаресурсами, просто командой, которую можно рекламировать по стране, сейчас что выходит на первое место? И в 2020 году мы это наблюдали. Огромная, но просто яростная борьба за кадры на местах. Кадры в кавычках, потому что я ищу прежде всего о привлечении к себе влиятельного бизнесмена, влиятельного фермера, влиятельного гуманитария, который имеет хорошее, как политический менеджер, или имеет опыт управления. То есть, грубо говоря, началась борьба за региональные элиты, которые часто, и это была большая ошибка большинства киевских партийных прожектов, которые рассматривались буквально просто как кадры. Давайте перекупим, посадим на зарплату, договоримся, пусть поработает. Но политические силы это силы, которые формулируют и проводят свой интерес, пытаясь его общество представить как общий. И просто купить, наполнить список людьми на какое-то время, скажем так, это очень примитивное, очень по-украински представление о сути организации политического процесса. Зато, вероятнее всего, реальное политическое строительство и не обязательно в виде жестких вертикально интегрированных партий, а в форме новых объединений, объединений общественно-политических, партий, движений, будет разворачиваться с опорой на региональные элиты. И такие попытки были уже год-полтора назад, просто, видимо, это было забегание вперед. Ну, вот, например, у вас часто ваш гость, наш коллега Гайдай, который работает в партии пропозиции. Вот это одна из попыток на опережение, значит, и в это же примерно время, может, на год-два раньше была попытка ухватить интерес элит через проект «Наш край», который, партия мэров, вот это все, знаете, такой вот попытка забросить, как по-украински, чтобы граница была, там, там помидорчики посадить. Но реальные процессы впереди, и будут они связаны, скорее всего, со сближением интереса элит на экономическом интересе. Экономический интерес ничем не подменишь. А на чем он будет дозироваться? На формирование, во-первых, устойчивых, новых, эффективных, межрегиональных экономических связей, больших проектов. Это может быть инфраструктура, торговые сети, это могут быть земельные ресурсы, которые начнут концентрироваться на эти фундисты, и на эти фундисты будут заказчиками на региональную политику. Этому нужна будет политическая крыша. Во-вторых, после децентрализации вторая волна, и это, наверное, будет мейнстрим у нас большую политическую дискуссию. А как быть самоуправлением? Децентрализация это не самоуправление. А как с избирателями, которые живут по месту жительства и которые пока еще, в отличие от элит, которые быстро научились покупать мандаты и распоряжаться новыми бюджетами и новыми полномочиями местных властей, а как те самые громады, как региональные мега громады, которые тоже хотели бы, учитывая общественный актив, учитывая гуманитарную составляющую, участвовать в региональном планировании и влиять на местный процесс. Ведь регион это микромодель и страна. Так же, как общество бывает недовольное своим правительством, так и население большого региона рано или поздно начинает спрашивать у местной власти. Мождыбургское право, города, государства, а для украинцев, в принципе, на данный момент сейчас это... Я подложусь к тому, как будет почва политического проектирования и как будет возникать конфликт между тем, что понарисовывается с одной стороны банковой, нарисовав там два-три крыла, слева-справа, договоришь, где с Бойко, где с Разумковым, где с Кличко, и думая, что в Киеве можно схватить Украину. И как начнется низовой процесс, связанный с внутренней организацией элит. Самое вкусное и самое тонкое это идеологическая составляющая. А с каким набором программ и идей могут идти политики, чтобы их избиратель видел? Ведь партия это же не устав, не набор бумажек и ни один текст, который вешается на таблоиде. Это какие-то убеждения, связанные с деятельностью, социальным интересом. Но это, наверное, какой-то другой разговор, более сложный. Не хочу пока никому подсказывать. Пока все листают справочник, у нас там 300 партий, уставы, программы переписывают, пусть работают. Ну да, партии же у нас перекупают, у нас одни и те же партии просто меняют название многократно. Правильно проинтерпретированные социальные интересы это 50% успеха. Это правильно понимаешь. Ничего люди хотят, а чего хотят разные социальные группы, связанные с производством, с бизнесом, патернеристские зависимые. У нас очень большой роли играет еще геополитическая ориентация, внешняя политика. Это тоже часть наших массовых стереотипов. Вот еще лет 10-15 назад именно на этой почве у нас страну делили электорально и политически. Давайте вспомним про российский восток, про западный запад. Сейчас уже новая реальность. Ну а вот смотрите, как вообще... Спросите по фамилиям, кто вас интересует, я вам честно отвечу. Чья перспектива вам интересна? Перспектива, да ну всех перспектива интересна. Давайте тогда наверное от вас поменим. Ну вот хорошо, если по этому электоральному то понятно Бойко сможет, он возглавить всю оппозицию или нет. Потом допустим опять же Мураев, Колесников, да, сейчас ведь на это электоральное... Проснулись все. Да, на этом электоральном поле проснулись все и ведь сейчас олигархи недоолигархизированные, как многие говорят, начинают вести уже переговоры с теми лидерами, которые могли бы быть и начнут максимально их финансировать, поднимать, как... Вот давайте хотя бы с этими фамилиями, если у вас есть другие, то было бы интересно услышать. Это то, что на поверхности. Я понимаю. Что касается Бойко, поезд Бойко как лидера ушел. Лидерами не планируют быть, лидерами становятся сегодня и сейчас. Бойко уступил в свое время Медведчуку пальму перенства и идеологическую, и информационную. Он мне напоминает невесту, которая постоянно сватает, а все никак, ничего не происходит. Вот уже и годы идут, а сватание продолжается. Но тем не менее, ведь кандидатом президента был именно Бойко, а не Медведчук. Господи, сколько у нас за годы независимости было кандидата президента. Вы всех-то помните? Ну это все-таки только два года назад было. Еще помним. Ну так вы знаете, некоторые политики вообще идут на регистрацию для того, чтобы биографию свою украсить для Википедии. Нет, но вот Мороз первый раз не участвовал в президентских выборах за 30 лет. Это очень контролюсийные примеры. Александр Мороз, ну во-первых, это очень пожилой политик, политик, который, мне кажется, один из самых адекватных в плане личных психологических самоощущений. Он же отдает себе отчет о том, что его время прошло. Это я с большим уважением. Я с хорошей памятью просто похвасталась. Давайте вернемся к тем, кто участвует еще в выборах и у кого есть перспективы. Мы с вами говорили про быть. Давайте начнем с очень простого психологического правила. В любом деле, хочешь быть, будь. Если Юрий Бойко, уже оглядываясь на прошлое, связанное с ОПО, давайте начнем с партии регионального развития, которую я хорошо помню как проект, и который был просто тупо забыт и продан. оппозиционный блок, оппозиционная платформа за жизнь. Если он эти уроки выучит, а времени у него тучит, и на дни, нужно определяться сейчас. Но самое главное, сам, наконец-то, сам лично для себя сформулирует свою собственную позицию как политика, какую цель он хочет добиться. Он хочет быть участником просто какого-то большого властного ансамбля и применить свой опыт. Ну, это хорошая амбиция менеджера с большим политическим опытом. Это сфера исполнительной власти. Или он чувствует в себе силой стать национальным лидером. Национальный лидер это когда за тебя большинство в обществе. Когда ты способен мыслить национальными категориями, когда ты способен видеть будущее и предлагать его другим, тогда это и правда позиция организатора объединенной большой политической силы, которой нужно заниматься сегодня, сейчас. Тогда это должен видеть людей, должен понимать кого слышать. Но это пожелание, потому что мне кажется у Юрия Бойко было несколько в жизни шансов именно так с собой распорядиться, но каждый раз он принимал решения в пользу других. Каждый раз. И я сомневаюсь, что сейчас он лично способен принять такое для себя радикальное решение. Я думаю, что те, кто рядом с ним убеждают, что ничего, у тебя вот эти проценты известен, у тебя эти проценты есть, мы еще на парламентских возьмем. Наверное, да, есть в украинском обществе на востоке, в центре, на юге избиратели, которые хорошо знают, которые оценят за то, что у него имя технократов, эрудированные политики, им он дадут голоса, если он поведет свою команду в парламент, получит опять 15-20 минут. Это, пожалуй, все. Я другого потенциала не вижу. Колесников, насколько я помню, на последних выборах на своем округе, где он избирался просто уже очень-очень много лет, он проиграл слуге народа. Вот. Почему сейчас эту фамилию опять вспоминают? Ну, дело не только в Борисе Колесникове. Вот, мы имеем дело с травмированной старой восточной элитой, которая одна из тех, кто не так сказать, не на словах, не на эфирах, а в реальной жизни понесла огромные потери и своего капитала, и своего влияния, и человеческие потери. Это же живые люди. Они выброшены из своего региона, они оскорблены, их РНМ пострадало, они много делали для того, чтобы как-то помочь. Давайте вспомним работу команды Ахметова по помощи Донбасса гуманитарной. Это крупнее государства программа. Как бы там с этого не ерничали, но он чуть ли не единственный крупный бизнесмен, помогал реальным жителям Донбасса в условиях военной гуманитарной помощи, кадровой. Но вот эти все перипетии последних 5-7 лет, связанных с режимом Порошенко, связанных уже с приходом Зеленского, поставили всю ту восточную литу, которая сейчас была выдавлена из Донбасса в очень пикантное историческое положение. Они пострадали репутационно. Они постоянно вытирают ноги, которых куда-то еще надо выгонять. До олигархизации добавляют масла в огонь. И самое для них оскорбительное, я просто сужу из тех разговоров, которые у меня возможны, и я наблюдаю, пытаюсь понять этих людей. И у них в хорошем смысле политическое честолюбие. У них есть несколько козырей на руках, которые они имеют право предъявить. Первое, после старых властей они те, кто не убежал. Сбежали прохвосты, политические спекулянты ранье поперебегали в другие прожекты, но они та часть восточной литы, которая осталась и которая занимается и управлением, и производством представленной местной власти. Более того, они по-прежнему считают, что они люди доказанного экономического успеха. Опять же, в ситуации, когда в стране такой дефицит кризис и беда в голове с этой проблемой самостоятельности и внешнего управления, эта часть восточной элиты, сохраняя свой крупный бизнес, показывая, что она самостоятельна. И у них есть амбиции, связанные с политическим доказательством, что то, что они делают, правильно. Я сомневаюсь, что эти проекты могут быть головокружительно успешными, но важно учитывать, что в отличие от многих, кто сидит в Киеве здесь по штаб-квартирам. Эти люди укоренены, они представлены, у них большое влияние и кадров, у них нет кадрового голода, у них много кадров на местах, в целой группе регионов. Я считаю, что у них есть шанс стать новой прорегиональной политической силой, которая будет очень привлекательна прежде всего для региональных элит и регионального бизнеса. То есть те, кто занимается своими территориями и тем, кому нужна политическая поддержка. Будут ли они лидерами в политическом процессе, у меня вопрос, не знаю. То есть это опять не всеукраинские партии, а региональные? Нет, это партии, которые могут представить интересы своих особенных регионов, но в центральной власти. Если хотите, участники такого политического федерализма. Конечно, было бы правильно, я всегда был в стороне таком, что как бы не рождалась политическая сила, где бы регионально не была укоренена, то ли связана с югом, с востоком. Партия крепко стоит на ногах и становится таким сильным игроком, когда она становится вообще национальным игроком, который не ограничится только интересами населения или там группы отдельного региона. Как поступят восточные, несложно сказать, но с их стороны было бы правильно попытаться представить себя как новую национальную силу, которая выучила уроки, но у которых есть история успеха и главное, что у них есть очень серьезные аргументы. Я их вижу как одних из серьезных участников будущей парламентской кампании. О большем сказать сложно. И этим они будут отличаться от ОПЗЖ, которые слишком злоупотребляли грубой пропагандой в центре, но так и не стали реальной политической силой в региональном измерении. Сколько бы статистики ни называлось, сколько у них там депутатов, ОПЗЖ, по сути, провалили региональную партийную политику. Поэтому у новых восточных есть шанс. Возможно, ну, собственно, Евгений Мураев в моих глазах просто один из молодых, который был уже в этой команде восточный рейд. Давайте вспомним, что он и Саша Вилку, Александр Вилку, извините, были двумя лицами, представляющими оппозиционный блок на выборы 2019 года. Проект выставил неудачно, по разным причинам, это уже прошлое, но мне кажется, что эти политики по-прежнему близки. Было бы, наверное, правильно, если бы там было какое-то сотрудничество, потому что мельчить, это на самом деле усиливать противников. Чем больше восточной мелкоты, тем выгоднее их оппонентам, которые сейчас сидят в Киеве, и тем выгоднее тем же зеленым. Многие власти у нас пытались сделать такую ручную оппозицию, финансированную в принципе из того же котла, что и свои политические силы. Как вы думаете, насколько какая-то часть слуги народа, ну вот я вспомнила, например, Евгений Шевченко, который позиционирует себя совсем не так, как, например, господин Патураев, и поздравляет Лукашенко с избранием президентом и даже едет к нему в гости. Так вот, будут ли попытки у офиса президента создать вот такую свою региональную, точнее, политическую силу, которая будет топтаться на том же политическом, электоральном поле, что и у ПЗЖ? Давайте не забывать, что все-таки мы имеем дело с вчера еще очень популярной командой на корпоративах с постановками сегодня, правящей группой, которая набила руку и продолжает заниматься большими постановками. Только раньше это было не от реальной сцене, а сейчас политической жизни. Я, если не все, то очень много рассматриваю сквозь эту призму. И часть событий, которые мы наблюдаем, на мой взгляд, имеют не реальный с последующими, значит, с какими-то последствиями, а постановочный характер. То есть, где будет потом сцена, все и закончилось. Заметим, что очень много инициатив вот так вот выглядит. Многие забывают. Вы помните, например, что Шмыгаль заявил о программе 2030? И вообще у нас в это время должна быть представлена программа реализации, создавалась целая команда экономистов. 500 тысяч рабочих мест? Нет, это год назад, осеннюю презентацию. Просто такого рода на ходу со стороны команды Зеленского было много. И часть из них была буквально постановочная. Я бы не исключал, что ситуация, например, вокруг активных информационных интриг с Разумковым с одной стороны и вот этого шальмования, даже наезда на мэра Киева Кличко носит постановочный характер, цель. А вы посмотрите на специфику этих двух фигур. Разумков и Кличко перспективные фигуры. вряд ли на них можно смотреть как на состоявшихся лидеров, каждый по-своему вызывает улыбку, но тем не менее, их возраст, их положение, информационная представленность, с этим можно что-то делать. Кличко в прошлом соратник Порошенко, сейчас занимает крепкую позицию в Киеве. Киев политическая столица. Разворачивая активную кампанию дискредитации, а в будущем может даже обвинений с последующими судебными последствиями Порошенко, мне кажется, Зеленская в плане мог бы устроить правый оппонент Кличко, который разворачивает свой удар. Они заговорили тоже о платформе, кстати, начали активно работать с региональными элитами. То есть, грубо говоря, Кличко только выглядит как политик, который начал готовиться к выборам президентским, а я бы не исключал, что это вообще какая-то большая игра, в которой Кличко выгодный конкурент, тем более для Зеленского, который мастер сцены. Зато загнать в Маргинес партию Порошенко, да еще подготовив парочку хороших репутационных ударов, дело Чарлса, например, это самое то. Это правый фланг. На фоне вот таких пертурбаций совсем уж на обочину выпадают самые радикальные политические силы, которые до сих пор представляют собой скорее вот такие уличные, да, постановочные действия, чем организации. Но также и на так называемом левоцентрическом восточном фланге после удара по Медведчуку, а мы не касались этого, мне бы хотелось несколько слов сказать, ведь на самом деле удар не по у Медведчукова по ПЗЖ, потому что вне зависимости от исхода связанного с судебными процессами, заявки очень серьезные, тут и правда работает формула или в ЗАГС или к прокурору, но в любом случае это очень серьезно как бы обоссабливает, окукливает лично Медведчука. Для него это исторический шанс, долгое время он не был в состоянии выскочить из этого негативного РНМ связанного с прошлым, сейчас вот он такой активно будет надуваться как такой украинский Навальный только с одной стороны. И в случае выхода политического освобождения ему уже не надо считаться старыми партнерами, которые скорее обузат, чем он. Он может заняться собой. Но ОПЗЖ как проект по всей видимости будет рассыпаться. Зато для того, чтобы Медведчук либо какие-то другие ОПЗЖ тоже были на обочине с минимальным количеством уровня поддержки, необходима яркая правовосточная альтернатива от власти. Когда-то политологи называли двадцатремя колоннами. Если здесь занизить Порошенко и дать ход к речку, тем более Запад будет приветствовать такое оппозиционное крыло. А здесь поддержать фрондирующих, но тоже своих провосточных центристов, например, вокруг Разумкова. На бумаге выглядит очень сладная картинка. Главный конкурент так называемой олигархи на обочинах, радикальные силы совсем будут на Маргинесе. Зато у нас возникают две колонны и посредине это большая зеленая масса, которую крути как хочешь. Но это вполне возможная, но очень иллюзорная модель. Потому что она опирается только на интриги и на информационно-политические представления киевской политической столице. А вот реальные общественно-политические процессы связаны с изменениями в отношениях элит, с формированием политического заказа на власть, с опорой на реальные социальные интересы, будут происходить вне Киева. Те, кто это видят и понимают... 12 стульев отрыва от народа и падения. Слушайте, если бы не было таких же фантазий в конце 90-х, я, может быть, и усомнился бы, что они... Но они так же устроены. Когда-то во времена раннего Кучмы примерно так же рисовали эти крылья. Здесь у нас социал-демократы, тут у нас народный рух, это все у нас под контролем, а тут у нас создается большой объединенный центр. Еду, помните? Да-да-да, за еду, да. Смешно, конечно, все это. Но я хочу вернуться вот еще к какому моменту в завершении. Тезис о том, что дети раздевают своих родителей. Наверное, тема деолигархизации будет одной из рефренных и, наверное, она будет звучать сейчас постоянно в отчетах, в подведении итогов. Но здесь важно учитывать на такой момент, что у темы деолигархизации есть три измерения. Первое изменение социальное. Связано оно с накопившимся социальным недовольством в обществе, когда за 30-летнюю зависимость подавляющее большинство украинцев окажалось в положении людей, лишенных устойчивой работы, стабильной достоинности заработной платы, грубо говоря, людей с ощущением обворованных, униженных, без достоинства, которыми заправляют под демократическим фасадом новые богатые. И в этом смысле тезис деолигархизация работает на всех вот этих революционных циклах, вот этих, называем, революционными петлями. На этом тезисе хорошо мобилизовывать, начиная с событий начала 2000-х. Но это запрос на социальную справедливость, это не запрос на расстрел олигархов, это запрос на понятный законный порядок и на понятное взаимоотношение власти и бизнеса, которое каждому гражданину будут гарантируивать какие-то правила, связанные с его работой, с его доходом, связанные с социальной справедливостью как таковой, и с возможностями государства выполнять свои обязательства. Есть внешний запрос делеграфизация, это более сложная материя, и это связано с тем, что длительное время не только в Украине как раз крупные финансово-промышленные группы, прикормленные с криминалом, с номенклатурой, выполняли полезную роль в восстановлении, налаживании порядка в трофейной экономике. Вот первое двадцатилетия вообще можно дали на откуп самые прыткие, самые буйные, пусть разберутся. Наступил момент, когда действительно на развалинах старой системы возникли дееспособные вертикально интегрированные кластеры в агопромышленном комплексе, переработки в машиностроении, в оборонопромышленном комплексе, связанном с частным бизнесом. И этим занимались самые успешные, не погибшие в разборках девяностых, новые олигархи. Вчера они краснопиджачники, сегодня они бизнесмены. Для того, чтобы у них все получалось, чтобы обеспечить этот бизнес. Да, они инвестировали политику, они ставили своих назначенцев во власть. И это было характерно для практически всех постсоветских государств. Олигархия как феномен была постсоветским феноменом. Другое дело, что наступил момент, связанный с внутренними конфликтами в борьбе за власть, когда нужно было выбирать между формированием устойчивой корпоративной системы, договорника. В Украине это известно как время олигархата. Либо же наводить порядок, потому что возникает проблема эффективности и дееспособности самого государства. Ряд постсоветских государств пошел по пути так называемой автократии. Нам это известно на примере событий в России, путинский режим, на примере событий в Беларуси, частично Казахстан, частично. Но второй путь, связанный с этой специфической такой корпоративной государственностью, он создал новую ситуацию в возможности внешнего вмешательства. Славное государство в частном управлении, очень легко доступное для внешних игроков. И поэтому если олигархи все без исключения, создавая свои крупные компании в разных сферах, выполняли полезную задачу интернационализации старой закрытой экономики, они выходили на внешние рынки, они находили кредитные программы, они находили себе партнеров, старались занять какую-то профильную позицию. Мы даже знали специализацию каждой промышленной финансовой группы. То по мере того, как это окостеневало корпоративное государство и возникал конфликт с обществом, связанный по социальным проблемам, о которых я говорил, возникла возможность внешнего вмешательства и принудительной транснационализации. Сформировался запрос на то, чтобы то, что работает, а теперь, ребята, либо уйдите в деньги, либо отдайте, либо будете посажены. И понаблюдайте моими глазами на события последних семи-десяти лет. Кто-то уже сидит в соседнем государстве под чуть ли не домашним арестом, кто-то разорем. Целый ряд крупных групп распродались, ушли в деньги, уступив свои реальные физические активы сотнями тысяч рабочих мест крупным транснациональным компаниям, причем как связанным с Россией, так и связанным с Западом. Сейчас из этой когорты украинской олигархии на половую, ну, пожалуй, пять-семь групп. Часть из них в политике, часть не в политике. Но менеджмент детей, который пришел и связан с зеленой командой, выполняет как раз полезную функцию вот этой деолигархизации в пользу транснационалов. Они могут так не думать. То есть у них в голове неважно зависти, желания политической власти, но фактически они выполняют эту полезную политическую функцию транснационализации олигархического капитала в пользу внешних заказчиков. Именно так можно объяснять такую огромную зависимость украинской власти от условий кредитных соглашений, условий политической поддержки в обмен на так называемые реформы, которые очень часто касаются непосредственных интересов украинской олигархии. И это означает, что нас ждет большая война, потому что представление пришедшее молодого поколения, что государство можно овладеть и быстро навести порядок и все будут двигаться по правилам, уступят, отойдут. Это очень примитивное представление, что власть это огромный соблазн и ресурсы. Вчерашний менеджер маленькой компании сегодня становится министром с бюджетом несколько миллиардов гривен, с возможностью самому предлагать программы, обеспечивать подряды, даже формулировать часть национальных целей. Представляете, что происходит с сознанием. и конфликт между крупным капиталом в Украине и вот этим менеджментом несколько распоясавшихся детей, он исторически неизбежен. Иначе крупному капиталу придется смириться, уступать и разбегаться. Чем закончится эта война и сколько будет жертв? Войну я беру в кавычки. Нет, понятно. Война это большая конкуренция, но на войне знаете, сначала победа должна обеспечиться генеральным штабом, а затем она уже выполняется в полевых условиях. Проблема нашей олигархи как была, так и остается в том, что они сроду не занимались формированием своих штабов, не занимались стратегией государства. Я и мои коллеги, наверное, вы помните лет 15, говорили о том, что самая большая слабость украинского крупного капитала, который по потенциалу, знаете, как подросток с большим телом, маленькой головой, чувствует, что он вообще игрок международного масштаба, учитывая объемы продукции, которые могут производиться, учитывая влияние, учитывая, какое количество рабочих мест они схватывают, как они могут на внешних рынках, но при этом ведут себя в своей стране так, как будто они управляют ларьком, не влияя и не заказывая длинные стратегии, не формируя, не беря на себя часть национальной ответственности. Когда в свое время была пролоббирована модель государственного частного партнерства, я очень приветствовал, участвовал в этой разработке, потому что я считал, что это не просто правовой механизм экономических программ, это новый уровень взаимодействия бизнес-элит и государственного менеджмента. Это, если хотите, важный инструмент той самой деолигархизации, когда крупный бизнес работы по большим программам с государством уже не нуждается в покупке своего депутата и в основе своего министра, потому что есть институциональное обеспечение. Так вот, к сожалению, наши олигархи, остатков, точнее, просто нет вот этого гениального штабового и стратегического мышления. И я предположил, что, к сожалению, по состоянию на сейчас украинская олигархия обречена на поражение. По состоянию на сейчас, если не возьмется на голову. Андрей, большое спасибо вам. Андрей Ермолаев, руководитель стратегической группы «София», был нашим гостем. Смотрите нас в YouTube, на Политека, подписывайтесь на канал и, я с вами прощаюсь.